Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по очень нежному, красивому, потрясающему узору спицами. Сейчас еще раз выведу на экран картинку изображения, как данный узор смотрится в изделии. На мой взгляд смотрится очень нежно, элегантно, ну просто потрясающе. Я связала небольшой образец раппорт узора, также взяла пушистую пряжу специально посмотреть, как это все смотрится. Очень нежно, воздушно. Да, вязала из пряжи пухнорки. Можно вязать из любого махера, мне кажется, будет очень здорово. Что здесь важно? Важно здесь подобрать спицы под пряжу. Поэтому перед тем, как начнете вязать изделие, обязательно, конечно же, свяжите образец из той пряжи, с которой вы планируете вязать, чтобы подобрать нужные спицы. Не берите спицы маленького размера. А полотно должно получаться легким, воздушным, не забитым. Я вязала свой образец на спицах номер 3. Здесь у меня идет, допустим, пухнорки. Если я беру так, 50 грамм, 320 метров. Довольно тоненькая ниточка. И вот троечка здесь подошла очень хорошо. Посмотрите, как нежно все, воздушно, пластично получается. Поэтому вяжите обязательно образец и подбирайте спицы, чтобы у вас изделие тоже получилось таким воздушным и не забитым. По схеме мы с вами разберемся. Что здесь еще важно? Тоже в схеме проговорю. Правильно провязывать петли, обозначения. Можно несколькими разными способами. Я пробовала 2 или 3 варианта разных. Подобрала именно оптимальный вариант, чтобы узор в полотне смотрелся аккуратно, красиво, петли ложились ровно. Все это в мастер-классе вам покажу. Итак, давайте уже будем переходить непосредственно к мастер-классу и разбирать все тут важные моменты. С вами провяжем несколько рядов и наглядно все посмотрим. Итак, давайте приступим. Начнем со схемы. Сейчас вам вставлю схему на экране. Можете себе ее распечатать, либо скриншот сделать. Смотрите, раппорт узора составляет 20 петель. То есть количество петель у вас должно делиться на 20. Высоту раппорта узора 28 рядов. В схеме представлены ряды, все нечетные. Четные ряды мы провязываем петли так, как они у нас стоят, то есть по рисунку. Вязание начинается справа налево, то есть вот она цифра 1, отсюда мы пошли вязать. Провязали все раппорты. Первый ряд закончен. Второй ряд вяжем по узору, так как петли стоят. Третий ряд снова справа налево. Провязываем все раппорты. Теперь по обозначениям. Вертикальная палочка, лицевая петля. Дальше подковка, это накид. И вот такие галочки с тройкой из двойкой. Одна петля из трех, где у нас тройка стоит. И одна петля из двух, где двоечка стоит. Все обозначения на этом заканчиваются. Главное провязывать правильно вот эти вот обозначения. Одна петля из трех, одна петля из двух. Я пробовала разными способами. А получается совершенно по-разному смотрится. Либо симпатично, либо не очень, так скажем. Я нашла тот способ, те варианты, при которых именно узор смотрится симпатично, аккуратно. Я вам покажу, как провязываются эти обозначения, конечно же. Мы с вами провяжем, ну давайте первый ряд, второй и третий. Поскольку дальше все обозначения у нас повторяются. Единственное, что они смещаются в разные стороны. Вы потом просто будете уже по схеме спокойно вязать, зная, как они провязываются. Итак, я набрала на спицу два рапорта. Это у меня 40 петель и две кромочные. Провязала один ряд установочный, просто по изнанке изнаночными петлями, чтобы мне проще было начинать сейчас вязать. И начинаем вязать с первого ряда. Итак, первую петлю я здесь снимаю. Это кромочная. И смотрим по схеме. Семь лицевых петель. То есть, семь лицевых петель. Обычным способом мы провязываем. Три, четыре, пять, шесть и семь. Далее у нас идет первая галочка. Одна петля из трех. Вот здесь нужно верно провязать. Смотрите, петли у меня расположены вот так на спице. Я сейчас первые две петли разверну, чтобы они вот так располагались у меня. Ввожу правую спицу слева направо вот в эти две петли и снимаю их, не провязывая. Возвращаю обратно на левую спицу, одеваю. У меня они перекрестились. Средняя, то есть вторая петля легла поверх первой. И вот теперь я эти две петли провяжу лицевой за заднюю стенку с третьей петлей. Все, провязала. И у меня получается центральная петля легла поверх крайних двух. Вот такой способ провязывания одной петли из трех более аккуратный. Так, теперь мы делаем накид. Я накид делаю вот так себе. Одна петля из двух. Также я две петли разворачиваю, чтобы они также располагались на спицах. И слева направо провязываю лицевой. То есть получается с наклоном вправо. Вот таким образом провязываем одна петля из двух. Далее у нас идет 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Снова накид. 3 лицевые петли. Накид. Первый раппорт мы провязали. Теперь начинаем вязать сразу второй раппорт. 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще раз вам покажу. Одна петля из трех. Две петли разворачиваю первые. Слева направо снимаю их, не провязывая. Возвращаю на левую спицу. И с третьей петлей провязываю лицевой за заднюю стенку. Делаю накид. Две петли разворачиваю. Слева направо провязываю две петли вместе лицевой. С наклоном вправо. 5 лицевых петель. 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И кромочная. Кромочную провязывайте так, как вы привыкли. Разворачиваемся на изнанку. Кромочную петлю снимаем. И по изнаночной стороне все петли вяжем, как они стоят. То есть стоит накид. Я его провязываю изнаночной за переднюю стенку. Дальше у меня стоят все изнаночные. Снова накид изнаночный за переднюю стенку. То есть по изнаночной стороне все петли я провяжу изнаночными. И так довязываю второй ряд. И давайте третий ряд провяжем первый раппорт. Закрепим. Так, снимаем кромочную петлю. И смотрим. Сразу у нас стоит накид. 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 петля из трех. Мы уже с вами знаем, как она провязывается. Две петли разворачиваю, снимаю, одеваю на левую спицу. С третьей провязываю лицевой. Накид. Одна петля из двух. Развернула петли. Провязала две петли с наклоном вправо. Три лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. Пять лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали первый раппорт от третьего ряда. И таким образом продолжаем дальше вывязывать по схеме 28 рядов. Когда провязали 28 рядов, возвращаемся снова к первому ряду и начинаем заново вывязывать узор. И вот я вывязала полностью раппорт узора в высоту. Вот такая красота у меня получается. Нежная, легкая, воздушная. На этом мастер-класс буду заканчивать. Надеюсь, что он вам был понятен и полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще очень много всего интересного и полезного будем с вами вязать. Всем до новых встреч. Пока-пока!